В рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» в Люберецком округе запустили экологическую акцию «Подари своей ёлке вторую жизнь». 12 пунктов уже готовы принять новогодние деревья. Тему продолжат мои коллеги. Вот, всё, прошли новогодние праздники, встретили Новый год. Жалко, конечно, такую красивую ёлочку выкидывать, но а что делать? Ольга Жукова решила не просто избавиться от ёлки, а оставить её в специальном пункте приёма новогодних деревьев. Таким образом, зелёная красавица послужит на благо экологии. Данные ели будут отправлены на КПО «Восток». Там они будут специальной дробилкой измельчены в щепу. Далее щепа будет использоваться в компосте или будет передана производителям мебели. Экологическая акция проводится с 2019 года. Ежегодно сознательные жители Подмосковья грамотно утилизируют новогодние деревья. По данным Министерства ЖКХ Московской области, за всё время было собрано 90 тысяч елей. Мы надеемся, что в этом году тоже результат нас порадует и как можно больше деревьев отправится на переработку. Всего в Люберевском округе 11 адресов, 11 контейнерных площадок для утилизации елей. И 12 адресов – это у нас мегабак, на котором также можно внести свою вкладку для утилизации елок. Пункты приема продолжат свою работу до 15 февраля. Большинство елок станет удобрением для высадки новых деревьев в рамках акции «Наш лес, посади свое дерево» в 2022 году. Ну я очень рада то, что, видите, она не просто куда-то выкинется, пойдет куда-то на переработку или на корм животных. Так что, может быть, и не зря, что мы их выкидываем, в то же время покупаем. Помимо восстановления Зелёного фонда Подмосковья, экологическая акция поддерживает чистоту на улицах округа и помогает жителям справиться с сезонным крупнокабаритным мусором. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ